Свои 68 лет Вячеслав Васильевич оказался на больничной койке в отделении пульмонологии. С детства у него бронхиальная астма. Говорит, обычно симптомы проявляются в межсезонье. На этот раз самостоятельно с ними справиться не смог. Образ жизни подвижный. После этого я на пасеке, то есть там проблем нет со здоровьем. А вот октябрь, ноябрь, вот эти самые тяжелые месяца, все, начинается проблема. Убострение. Мужчина шутит, сапожник без сапог, ценный продукт для иммунитета всегда рядом, а о себе вовремя не позаботился. Добрался до краевой больницы, еле дыша, там и получил направление в госпиталь. Клиника самой пневмонии у таких больных нетипичная. Если у молодых людей она начинается с высокой температуры, кашля, одышки, то у пожилых людей как раз развитие заболевания характерно с манифестацией симптомов хронической патологии. Это может быть неврологическое ухудшение, это может даже не психотерическое ухудшение быть. Больной не может отдавать себе отчет, что с ним происходит. Это повышение давления, это нарушение работы сердца, это повышение уровня сахара. Пульмонологическое отделение в госпитале ветеранов войн открыто с мая 22-го года. Одновременно здесь могут проходить лечение 30 человек. Но сегодня их всего 8, и врачей это радует. Ведь во времена коронавируса коек не хватало, да и запущенных случаев стало меньше. Молодых ставят на ноги за неделю, пожилых почти за месяц. Привезли в каталку, и по всем там усилен, все-все и в палату, под кислород, и вот так и лежу. Чуть-чуть. Легче становится? Да. А что изменилось? Покурок, вот знаете, во-первых, человек дышит, это уже хорошо. Так что остальное, как это было, все вроде. По статистике, за этот год на 100 тысяч населения края пришлось почти 462 случая заболевания пневмонией. Чтобы не попасть в эти ряды, врачи советуют избегать переохлаждения, вакцинироваться от гриппа, пневмокока и коронавируса. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова